Сегодня в программе 24 вопроса, психолог, бизнес-тренер и писатель Денис Бугулов. В его арсенале такие методики, как психодрама, трансцендентные расстановки и даже сказотерапия. Наш гость знает, как навести порядок у себя в голове, найти гармонию и начать мыслить эффективно. По его мнению, люди стремятся к эффективности тогда, когда осознают свою цель. Денис, здравствуйте. У нас есть полчаса и 24 вопроса для того, чтобы разобраться во всех хитросплетениях тонкой душевной организации. Я в вашем распоряжении. Поехали. Считается, что священники не бывают безгрешными, а психологи не всегда знают причину определенных своих поступков. Вы согласны с этим? Абсолютно. Потому что, как опять-таки говорится, чужую беду рукой разведу, к своей уму они приложу. На расстоянии все хорошо видно, а про себя очень сложно что-то сказать. Вы однажды сказали, что наша жизнь часто не наполнена жизнью. Что вы имели в виду? Каждый раз, когда мы не чувствуем себя счастливыми, вот эта вот степень несчастности, это и есть та пустота или ненаполненность жизнью. Поэтому мы живем тогда по-настоящему, когда мы счастливы. Вообще человек должен быть счастливым. Понятие счастья для вас, оно заключается в чем? В том, чтобы максимально остро чувствовать, что ты есть. Это гармония? Это подразумевает гармонию. Гармония уж в переводе с греческого означает единство. И вот когда ты чувствуешь внутреннее единство всех своих частей, тогда ты остро чувствуешь, что ты есть. Гармония зависит от окружающей нас реальности, либо мы ее создаем самостоятельно? Ну, конечно, мы взаимодействуем с внешним миром, он влияет на нас, мы влияем на него. Но чем более мы независимые, тем больше у нас шансов вычислены. Чувство страха, насколько оно влияет на нашу жизнь, насколько оно мешает? Это самое главное человеческое чувство. Я думаю, что как только человек рождается, это первое и главное чувство, которое его встречает. И дальше вся наша жизнь сопряжена с разными уровнями страха. Есть семь базовых страхов. Все остальное от них производное. Ну, давайте напомним. Ну, первый базовый страх – это страх голода, страх физического ущерба. Второй страх – это страх страданий, мы боимся страдать. Третий страх – это страх унижения. Ну, и обычно люди дальше не поднимаются. Ведь страхи мы сами можем контролировать как-то? Наши реакции сугубо зависят от наших установок. Если у нас такие установки, ну, так скажем, материального порядка, если мы в жизни сориентированы именно на материальных вопросах, у нас будут, соответственно, вот эти три страха, которые я перечислял. Возвращаясь к вопросу о жизни, наполненной жизнью, опять же, вы сказали, дружба, понятие дружба не до конца наполнено смыслом дружбы, чаще она превращается в приятельство. Это время так меняется. Я думаю, что во многом время, потому что общенастоящая дружба – это еще большая редкость, чем настоящая любовь, с моей точки зрения. И в основе дружбы так или иначе лежит какое-то совместное дело. Мы разобщаемся, и чем более мы разобщены, тем сложнее нам дружить. Понимаете, когда вы вместе идете в атаку, вы волей-неволей или станете друзьями, или будете просто очень чужими людьми, приятелями быть сложно. А когда досуг весь определится тем, чтобы сходить вместе куда-нибудь в ресторан, в пиццерию, и более ничего, так почему бы не ограничиться приятельством? Так что общее дело дает возможность быть друзьями. Нет общего дела – дружба не будет. Любовь? Любовь связана с эротическим акцентом. Здесь немножко проще. Пока еще все-таки мы как-то отличаемся на мужчин и женщин, есть шанс. Время влияет на это обстоятельство? Конечно. Но вы же видите, что границы мужского и женского стираются. И как только они сотрутся еще более, так лет, наверное, через 10, любовь станет большой редкостью. Любовь без секса быть можно? Человеческая любовь, она обязательно подразумевает эротический компонент. Мужская и женская энергия. Понятие справедливости. Насколько оно беспочвенное или почвенное? Есть ли справедливость в мире? Справедливость – это самое главное, что есть в жизни людей. И естественно, она есть. Если отрицать справедливость, то мы, в общем, обрекаем себя на хаос и на силу сильных. То есть, кто сильнее, тот и прав. Но что такое справедливость, большинство людей не в состоянии дать этому определение. У меня, конечно, есть свое определение. Оно звучит довольно необычно. Это мера ответственности. Ну вот, возможно, вы знаете, что я интересуюсь ведической культурой. И там есть такое понятие дхарма. И вот для меня дхарма – это не что иное, как ответственность человека перед Богом. Отсюда и проистекает понятие справедливости. Что соответствует божественным законам, что не соответствует. И вот когда ты действуешь в соответствии с божественными законами, ты несешь ответственность. Если ты несешь ее правильно, то ты справедлив. Если ты несешь эту ответственность неправильно или не несешь ее, то ты несправедлив. Если мужчина бросает ребенка своего, бросает женщину, которая родила ему ребенка, то он поступает несправедливо, он уклоняется от своей ответственности. А как взаимодополняют две сути? Суть справедливости, суть личности. Личность – это такой скафандр, который позволяет человеку функционировать социуми. Вот если вы попадете на необитаемый остров, то вам этот скафандр не нужен. Вы там не личность, вы индивид. Личность – это то, что нам позволяет играть по правилам, социальным правилам. И как мы будем играть, это зависит от наших ценностей, от нашей природы. И если, играя в эту игру, будучи личностью, мы следуем дхарме или справедливости, то окей, наша личность будет следовать справедливости. Если нет, то это будет адхарма, мы можем разрушать. То есть не обязательно быть личностью и при этом быть справедливым человеком? Нет, нет, личность может быть негодяем. Конечно. Вы часто в своей жизни сталкивались с чувством, когда вы считаете, что поступает тот и несправедливо по отношению к вам? Ко мне? Да, и ваша реакция на это? Что вы пытались сделать? Вот как-то, наверное, с детства у меня это сидит, что я должен быть самостоятельным. Мама меня так и дразнила, я сам. Мой я сам пришел. И когда ты стремишься к независимости, тебе очень сложно, болезненно реагировать на несправедливость. Я полагаю, что я была много, но, как правило, не замечает. У каждого человека, наверное, своя правда, да? Своё понятие. Нет, нет, нет. Если бы у каждого была своя правда, тогда бы мы попали в такой... Был хаос тоже. Да, да. Мы в такой бы относительный мир попали, где просто бы сильно и жрали слабых. Ну, мы туда и идем, но, в общем, это неправильно. Нет, есть правда, и правда всегда одна. Определить, что именно вот это, вот это и есть, да? Ну, вообще, если у человека есть совесть, что явление редкое, да, то он сам правильно понимает, что правда, что неправда. Но поскольку большинству людей, особенно сейчас, это чувство недоступно, то нужны какие-то инструкции. Ну, и в зависимости от того, чьи инструкции вы разделяете, вы будете определять, это так или не так, правильно, неправильно. Каждая религия претендует на то, чтобы дать такую инструкцию. Но если у вас есть совесть, вам это не обязательно. Ну, совесть не у каждого, наверное, есть. Она есть у всех, но у кого-то она так хорошо спит, что, знаете, вот бывает... Я помню, вот у меня пока сын был маленький, я всегда боялся на Новый год, что его разбудит канонада. Еще вот мы жили во Владикавказе, и там обычно из окон вытаскивают оружие и стреляют, приветствуя Новый год. Всегда боялся, что он проснется. Вот он никогда не реагировал. Мне кажется, вот в нашем обществе совесть примерно так себя ведет. Не просыпается ни на что. Далее в программе. Не родись красивой, а родись счастливой. Так мы от рождения все счастливы. Мы просто социализируемся, и цена социализации – это некая искусственность. Мы учимся вначале играть в чужие игры, для этого становимся фальшивыми, отчего становимся несчастными. Насколько вообще в нашей жизни, в нашем поведении мы стремимся быть эффективными? Ну, когда мы осознаем цель, мы стремимся к эффективности. Чаще всего мы осознаем не ту цель и стремимся не к той эффективности, но тем не менее. Когда у человека нет никакой цели, то ему сложно быть эффективным. Ну, или, по крайней мере, стремиться к эффективности. К вам люди часто обращаются для того, чтобы вы научили их быть более эффективными? Да, конечно. На самом деле все всегда обращаются за тем, чтобы быть более эффективными, только в разных областях. Более эффективными быть в сексе, в воспитании детей, в бизнесе и так далее, и так далее. Но многие вещи, ведь мы понимаем, что должно быть так. Мы понимаем, что, например, от алкоголя может пострадать печень, а от сигарет может быть рак легких, от сладкого и жирного. Мы можем набрать лишний вес, и это будет мешать нашей жизни. Мы это понимаем, но тем не менее мы в своей жизни это делаем. Знаете, я как-то в свое время любил бегать в юности, легкой атлетикой занимался. И можно взять большую дистанцию, первые 100 метров выложиться, быть очень эффективным на этих 100 метрах, а потом просто не дойти до финиша. Поэтому вопрос, насколько мы системно смотрим на мир. Если просто сказать человеку, посмотри, ты пьешь и губишь свою печень, это неэффективно, возможно, этого недостаточно, возможно, надо понять, почему он пьет. Может, если он не будет пить, у него случится психотический срыв, и это закончится гораздо трагичнее. Поэтому чем системнее наш взгляд, чем шире диапазон, который мы оцениваем, тем в результате мы будем эффективнее. Это как в жизни. Можно ставить короткую цель, а можно ставить цель, которая стоит за пределами жизни. Вот тогда мы будем максимально эффективны. Спортсмен в 30 лет достигает максимального успеха, 20 лет, 25 лет, смотря какой спорт. А дальше что? Первые 25 лет он был очень эффективен, а дальше? Мы этим не всегда отдаем себе отчет в том, что будет завтра, или будет ли это завтра. Конечно, поэтому всегда кто-то, вот за что мы не отвечаем, зато будет отвечать кто-то другой. Когда мы не идем к своим целям, мы выполняем чужие цели. И этим люди отличаются. Вы не относитесь к людям, которые живут одним днем? Нет. Я даже думаю, что я не живу одной жизнью. Пока это недоказуемо. Скорее, это некие знания, которые пытаюсь в свою жизнь внести и адаптировать. Но я подозреваю, что у меня была предыдущая жизнь, и, скорее всего, будет следующая жизнь. И как-то пытаюсь соотнести эти величины с сегодняшним днем. Так легче жить? Так эффективнее жить, но сложнее. Человек, который убежден в том, что жизнь одна, и после жизни земной, но другой жизни нет и быть не может. Насколько просто или сложно жить такому человеку? Я думаю, что если жить ответственно и осознанно, вот в такой парадигме, то это очень страшно. Очень страшно, потому что ты неизбежно станешь перед вопросом смысла. Мы и все религии пытаются нам дать этот смысл за пределами жизни. Если не дать его, то мы скатимся, по крайней мере, в подавляющем большинстве, потому что называется гедонизм. И после меня хоть потоп. Это из серии совести? Это из серии совести. Вот совесть как раз-таки она из жизни в жизнь тебя сопровождает. Реальная действительность сегодняшнего дня, она сформирована обстоятельствами, в которых мы в это данное время живем. Ее формируют люди, либо, скажем, вот то, что происходит вокруг. Но ведь обстоятельства-то и есть жизнь. То есть мы друг для друга обстоятельства. Обстоятельства-то не только предметы, исторические события. Это все равно отношения. Поэтому вопрос, что формирует все эти обстоятельства, эти отношения, это очень важный, серьезный вопрос. На него многие пытаются ответить. Вообще социологи должны отвечать на эти вопросы. С моей точки зрения, мы все проживаем какие-то сценарии. И так или иначе, эти сценарии в таком макромасштабе выплескиваются в реальности, формируют исторические события. Тот, кто понимает фабулу, кто понимает жанр, кто понимает, что это за сценарий, тот может, по крайней мере, вовремя сориентироваться, а при желании управлять процессами. Вы рассказали, что родились на Камчатке, потом долгое время жили во Владикавказе, потом приехали в Беларусь. Белорусы по ментальности своей, по своему восприятию мира, по своему характеру, по обостренному чувству справедливости. Что бы вы сказали о ментальном коде белорусов? Ну, я не знаю, имею ли я право судить о белорусах. Я здесь 13 лет живу. Единственная поправка, я родился все-таки в Владикавказе, совсем маленький, меня увезли на Камчатку. Там меня отдали в Ясли, и прошел Ясли детский сад. В общем, детство там прошло. Ну, у вас есть возможность сравнить. А здесь я с 2007 года. И вот я могу оперировать только тем, с чем я сталкивался за эти практически 13, уже больше 13 лет. Вообще, мне очень нравится Белорус. Я это говорю не потому, что я здесь живой, и мне надо хорошее отношение с белорусами иметь. Я сюда приехал, и я почувствовал себя тут как дома. И это очень странно. Я приехал сюда погостить, к своей однокурснице. В 6 утра прибыл поездом из Москвы. Вышел. Вот ноябрь был примерно такой же. Темно-темно. Мне так понравился вокзал, и понравилась атмосфера. Я сказал, я здесь останусь. Я еще ничего не видел, я еще не вышел за пределы вокзала. Я сказал, не хочу жить в Москве, и останусь тут. Мне нравятся белорусы, потому что мне кажется, что это очень чистые люди. Ну, по крайней мере, это мой опыт. Если выделять самое главное, что есть в белорусах, мне кажется, это чистота внутренняя. Отсюда и совесть, любость. Когда люди обращаются к психологии, они хотят услышать подтверждение тому, что они делают что-то правильно, либо наоборот, они хотят найти пути решения каких-то вопросов, на которые... Обращаются к... ...психологии. ...к специалисту или к обучению? Да, конечно, к специалисту. К специалисту. Знаете, по-разному бывает. Ко мне обычно люди обращаются в состоянии крайнего отчаяния, когда им больше никто помочь не может. Но, конечно, случается так, что и просто приходит человек для того, чтобы поставить галочку и подтвердить, что он прав. Что меняется в человеке, когда он убеждается, что он все правильно делает? Когда он убеждается, что он все правильно делает. То есть в нем уверенность появляется? Называется цементирование собственного эго. Вообще человек должен каждый раз понимать, что он неправильно делает, а не что он правильно делает. Потому что тогда есть развитие. Если он убеждается, что он во всем прав, то это он просто себя в тупик загоняет. Поэтому каждый раз надо себя опровергать. Когда ты понимаешь, что ты что-то делаешь неправильно, надо подтверждение, и нужны какие-то механизмы как-то все исправить. Точно. Поэтому нельзя разрушать храм, если ты не можешь построить новый. Я очень часто людям оставляю их иллюзии, понимая, что в силу возраста или каких-то своих особенностей я не могу им сказать всей правды. Когда у вас есть такая возможность сделать это? Когда есть такая возможность, люди становятся моими учениками. Что меняется в их жизни? Все. Что они вам рассказывают, что они чувствуют, как у них? Как правило, ужас. Потому что прежняя жизнь разрушается, и вначале это очень страшно. Знаете, как в лифте ты в какой-то момент теряешь ощущение собственного тела, когда лифт вниз идет резко. Да потом ничего привыкаешь. Вы можете своим ученикам, скажем, людям, которые обращаются к вам за помощью, признаться, что у вас тоже все не слава богу, и у вас тоже есть много проблем, которые решить невозможно? Конечно, я мог бы признаться, если бы честно, Ну и так же бывает, мы же все люди, правильно. Вы знаете, я себя ощущаю удивительно счастливым существом. Я не вижу проблем. То есть счастье, это не временные такие вот промежутки? Это состояние. Оно абсолютное? Абсолютное, да. То есть ты просыпаешься, ты чувствуешь состояние утром, ты с ним засыпаешь. Ты можешь быть хмурым, ты можешь быть грустным, ты можешь быть каким угодно, но внутри все равно вот есть это ощущение счастья. Как это состояние, ну если так кратко, вот вы могли бы посоветовать, можно было создать и сохранить? Это возможность пребывать здесь и сейчас и оговорить себе, что ты есть. А вот чтобы это было возможным, у каждого свои возможности, свои рецепты, свои ресурсы. Ну хорошо, понятие такое, знаете, сбитое, не радись красивой, а радись счастливой. Не радись красивой, а радись счастливой. Так мы от рождения все счастливы. Мы просто социализируемся, и цена социализации – это некая искусственность. Мы учимся вначале играть в чужие игры, для этого становимся фальшивыми, отчего становимся несчастными. Но с другой стороны, не играть мы тоже не можем, поэтому жизнь человеческая такая, вначале он становится фальшивым, из чего-то натурального, но взамен получает навыки социализации. А потом, вот с какого-то момента, ему нужно снова стать настоящим, только сохранив навыки социализации, и все. Вы можете вспомнить вот тот период, когда вы осознанно к этому пришли и работали над собой, чтобы вот это состояние вас сопровождало постоянно? Знаете... С вами что-то случилось в тот момент? Мне очень помогли обстоятельства. Обстоятельства. Когда ты находишься на грани жизни и смерти, очень многое лишнее отсеивается. И вот в этом состоянии ты начинаешь видеть мир более реально. И поскольку таких опытов у меня было очень много, то пространство меня таким образом и скорректировало. Помогло вытряхнуть всякие крошки, мусор из головы. Далее в программе. 20-й год, год пандемии коронавируса. Насколько он повлиял на наше психическое здоровье? События, которые происходят, они трагичны. И в большинстве случаев мы ничему не учимся. Я уверен, что большинство людей считает, что вот-вот-вот коронавирус закончится, и мы снова заживем прекрасно. Нет, это не так. Люди, которые вас окружают, с которыми вы сталкиваетесь, далеко не каждый из них, наверное, пребывают в состоянии абсолютного счастья. Вы стараетесь как-то указать? Да, конечно. Люди спят. Люди спят, они находятся в забвении. По-разному помогаю, по-разному они реагируют. Кого можно разбудить бужу, кого нельзя, тому подушечку помягче кладу. Процесс разбудить – это такой длительный и сложный? По-всякому бывает. Это изматывает вас? Нет, абсолютно. Не устает своей работой. Что в жизни вас может огорчить? Так на поверхности все, что угодно. В глубине мало что. Я даже не знаю, что. Знаете, я как-то проводил такие чудовищные тренинги, когда предлагал людям прожить смерть своих близких. И когда ты это принимаешь и понимаешь, что да, такое может быть, в твоей картине мира это существует, даже когда это происходит, это не становится шоком. Ты остаешься ты. И это очень глубинная, иногда болезненная работа. Ну, представить это, наверное, не так страшно и больно, как пережить. Смотря как ты это проживаешь внутри себя. Ты можешь прожить очень многое. Особенно если тебе помогает правильно это проживать. Восстановить силы, по-моему, даже вы в одном из интервью сказали, помогает медитация. Мы каждый способны медитировать? Нет, далеко не каждый. Вот по моему опыту из десяти человек, которым я даю медитацию, дай бог, чтобы один делал. Даже если вначале он воодушевлен, скорее всего, не будет. Потому что уровень внутренних страхов вызывает такую внутреннюю тревогу, которая делает медитацию почти невозможной. Да, есть разные формы медитации, динамическая медитация, медитация, связанная с дыханием и так далее, и так далее. Но в большинстве случаев нет. Уровень тревоги не позволяет. Но те, кто могут себе это позволить, то, конечно, получают очень мощный инструмент, потому что что такое медитация? Медитация – это, знаете, как вот представьте, что у вас в комнате очень, не здесь, конечно, очень душно. Ну или как на кухне. Вы готовили кучу запахов, а ты не можешь открыть форточку. И ты варишься во всем этом, варишься. И потом ты открываешь форточку и проветриваешь свое пространство. Вот медитация – это так же, как открыть форточку в свое внутреннее пространство. И ты тогда входишь в контакт с внешним пространством. И температура выравнивается, атмосферное давление выравнивается, лишние запахи уходят. То есть это такая гигиеническая норма медитация. Иначе мы будем вариться в своем пузырьке, и там дойдем до каких-нибудь абсурдов. Всеми этими процессами руководит мозг? Мозг? Нет. Не мозг. Мозг – это всего лишь приемопередаточная станция. А что тогда? Это уже серьезный вопрос. Мы находимся в потоках сил, и эти силы управляют нами. А мы как-то с ними сотворчествуем. Этому нужно учиться. Да. И научиться этому, вы сказали, может далеко не каждый. Далеко не каждый. Ну это не означает, что это пробовать не обязательно? Кому-то и вообще не надо пробовать. Кому интересно, тому есть смысл пробовать. Потому что интерес говорит о готовности человека к чему-то, к новому знанию, к опыту, к эксперименту. Для меня самое главное – есть интерес к человеку или нет. Если есть, значит можно что-то дать и посмотреть, сохраняется интерес или нет. Вот силы, о которых я сказал, этим занимается джотиш. Джотиш – это виданга, один из текстов медических, посвященных как раз-таки работе с силами. И это уже, конечно, никак не традиционная психология. В этой ситуации интерес, любопытство, то есть это что-то близкое? Вот тебя понять. Любопытство, когда ты не готов платить за знание. Интерес – это когда ты готов вложиться. 20-й год, год пандемии коронавируса, насколько он повлиял на наше психическое здоровье, насколько мы научились по-другому относиться к собственной жизни, к своим близким, к окружающим и к миру в целом? События, которые происходят, они в большинстве случаев трагичны. И в большинстве случаев мы ничему не учимся. И потому трагичны. Если бы учились, то никакой бы трагедии в этом не было. Я уверен, что большинство людей считает, что вот-вот-вот коронавирус закончится, и мы снова заживем прекрасно. Нет, это не так. Почему? Потому что мы не хотим просыпаться, мы не хотим учиться, мы хотим, чтобы все было комфортно и хорошо. Не трогайте меня, я не хочу ничего осознавать. Спросите людей, даже переболевших коронавирусом, какое опыт они извлекли из этого. Чему их это научило? Если они скажут ничему, просто было очень скучно. Нам не повезло. Нам кому? Ну вот, они скажут, нам просто не повезло. Ну да, скорее всего, да, это просто какая-то нелепость. Не повезло, потому что мы остались живы. И повезло, что остались живы, но сам факт, казус какой-то, который мы не изучать, не рассматривать, не понимать не будем. Это проблема нынешнего времени, либо проблема глобальная человечества? Так всегда было. Называется, вытеснили. На протяжении вот всех тысячелетий. Всех, абсолютно. И вряд ли это изменится когда-либо. Никогда не изменится, в большинстве случаев будет так. Вы, когда своим близким, знакомым поздравляете, что самое важное пожелать близкому, родному человеку, ну, вот с точки зрения психологии, с точки зрения вашей. Будьте настоящими. Имейте мужество быть настоящими. Тогда у вас будет шанс быть счастливыми. Это в наших руках. В какой-то степени. Но стремление очень важно. Когда ты стремишься к этому, что-то потом тебя подхватывает, что-то помогает. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.